Я всех приветствую, дорогие зрители и читатели моего блога. С вами Кира Штафун и сегодня я расскажу о моем переходе на сроедение, о том, чем я питалась при переходном периоде, с чем питаюсь сейчас и поделюсь некоторыми рецептами, которые я очень люблю и готовлю периодически. Давайте по порядку. Начну с того, что переход на сроедение был у меня не резким, как у многих людей, которые переходят на сроедение. У меня вот он был не резкий. Я начала преимущественно питаться живой пищей, которая не была обработана ни термически, ни химически и позволяла себе есть то, чего мне хотелось, но уже в ограниченном количестве. Потому что у меня была установка на то, что пока я данную тему не изучу полностью, не изучу какие-то основы, не пойму, действительно ли это так, как об этом говорят. Не буду делать никаких резких движений. И я даже ела мясо, когда мне хотелось мясо, но это были уже меньшие порции, и как-то я даже сама уже начала от этого отказываться. Мне уже действительно меньше хотелось этого есть, потому что я чувствовала разницу с мясом и без мяса, но позволяла себе иногда рыбу, иногда шоколад и так далее. В общем, все то, к чему мы так привыкли традиционно и чем нас кормили с детства. Ну, сила привычки, скажем так. Так, и в процессе шло время, где-то в начале октября я полностью перешла на сыроедение, изучила ту тему, тему сыроедения так, как мне было необходимо, и поняла, что да, да, я действительно хочу добиться тех целей, которым может привезти мне сыроедение. У меня есть какие-то установки, и я буду к ним идти. К тому времени мяса я все ела все меньше, 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 и к концу, вот, начало октября я вообще его перестала есть. И мясо, и рыбу. Просто вот уже даже отпала потребность в этом. Зато появилась потребность все больше кушать овощей, фруктов, потому что они действительно мне давали силу и энергию. Вот парадокс, чем меньше ты еще ешь, тем больше у тебя энергия. Ну, хорошо, мы пока на переходном периоде, у нас бывают у некоторых срывы, да, нам нужно было немножко понять, что нам действительно нужно кушать, чтобы не помереть с голоду при переходе. Начинала я есть салаты различного рода, я готовила их с проростками. Проростки проращивала я пшеницу, овес, зеленую гречку, которая мне не слишком понравилась, но, может быть, я просто ее неправильно приготовила. И все эти проростки начала добавлять в салат. Именно они давали мне такую питательную ценность, именно они мне помогали, начали, начать, помогли перейти на сыроедение. В салат я добавляла, помимо проростков, капусту обязательно шинковала. В салат айсберг есть такой зелененький. Различную зелень, это и петрушка, и укроп, и зеленый лучок. И также можно в салат добавлять и дикие травы, которые, к сожалению, я не ела еще, потому что у нас они находятся достаточно далеко. Мы живем в городе, в большом городе, чтобы выехать за город, за зеленью. Это нужно потратить достаточно много времени. Мне пока это не удавалось. Я ем то, что я покупаю в супермаркетах, а в супермаркетах у нас подается, как раз, сельдрей, петрушка, укроп, мята, рукола. А из трав, те, которые дикорастущие, можно кушать лебеду, подорожник, листья березы, петрушка, тысячелистник и другие травы. Травы, кстати, подразделяются на три типа. Это лекарственные, ядовитые и обычные. Лекарственных вы много не съедите. Сама природа подсказывает, что много их есть не нужно. Ядовитые есть вы не будете. И остаются обычные, которые можно легко добавлять в салаты и в коктейли, зеленые коктейли. Вот, значит, салаты я ела. Я ела сначала с хлебушком. Хлебушек я брала тот, который из цельнозерновой муки, не муки первого сорта. Это исключено. В общем, шорный хлеб старалась есть там, где преобладали какие-то зерночки. Но я потом поняла, что и этот хлеб тоже есть не стоит. Ну, в общем, это был переходный период. Вот, что я еще кушала? Помидоры кушала, салаты с ними очень люблю. Там помидоры, базилик, проростки и зелень различная. И поливаю все это льняным маслом. Льняное масло я очень полюбила. Это легкое масло. На своем блоге, в своей статье я уже указывала, почему я выбираю именно легкие масла, а не тяжелые, например, посолнечные и оливковые. И заправляю льняным маслом большинство своих салатов. Также салатом можно заправлять соком грейпфрута. Можно еще, вот я узнала недавно, такой хороший вариант. Он берется авокадо и смешивается с соком двух апельсинов. И поливается это все салат. Салат поливается. Либо там зелень, дикая в том числе зелень, поливается вот этим вот соусом. Также я узнала некоторые просто классные соусы. Вот густой томатный соус из помидоров, миндалей там, мед. Шикарный соус, получается он настолько вкусный. И меня поразил просто этот вкус. Вообще по поводу вкусов есть секрет, чтобы блюдо было шедевром, было оно по-настоящему вкусным и предназначалось для гурманов. В нем должно сочетаться 5 вкусов, 5 основных вкусов. И об этом я пишу в своей статье. То есть если вы приготовили такое блюдо, где содержится максимальное количество этих вкусов, то ваш рот, рецепторы во рту получают максимальное стимулирование. И поэтому блюдо нам кажется очень вкусным. Я к этому стремлюсь, но без фанатизма, скажем так. Вот. Различные салаты. Кстати, рецепты салатов я тоже привела в статье. Также в салаты я еще добавляю водоросли морские. И они, кстати, помогают мне меньше солить или вообще не солить салат. То есть потому что нори, вакамы, они сами по себе солененькие. Вот. Дальше я готовлю зеленые коктейли и смузи. Различные фрукты. Например, мне очень нравится бананово-клюквенный смузи. Очень классный вкус. Клюква мне очень нравится в смузи. Он дает такой потрясающий вкус. На мой взгляд. Вся ягода у меня мороженая. Что тоже, кстати, добавляет такой изюминки в смузи. Также делаю бананоклюквенный, бананоклубничный смузи. Зеленые коктейли. Дыня с петрушкой. Шикарный коктейль. Вообще шикарнейший. И коктейли можно делать из любых трав и из любых фруктов. То есть можно экспериментировать и как бы не повторяться. Дальше я занимаюсь также моносыроедением и кушаю все по отдельности. Я могу, например, есть дыню. Могу есть арбуз. Могу есть помидоры. Что я просто очень люблю. Особенно люблю помидоры с базиликом, с травками различными, с овсом. Вот классный салат получается. Залит льняным маслом. И так далее. То есть морковка и свекла. Очень полезные вещи. Вот. Иногда мы себя балуем. У нас есть такой ресторан «Зелень», куда мы ходим. Заказывали мы там пиццу сыроедческую. И роллы. Вкусно. Нам очень понравилось. Вот. И также там из какао-бобов готовится сладкое печенье. Также у нас есть магазин, в котором продается сыроедческое печенье. Сыроедческое печенье это приготовленное в дегидраторе. Есть такая штука дегидратор, которая буквально сушит пищу. И там 40 градусов. Готовится намного проще, чем с нашей обычной плитой. То есть поставил, ушел, ничего не подгорит, не подгорит. И надолго можно оставить. Это вам не печка. Вот. Чувствую себя прекрасно. У меня пропала, кстати, вообще головная боль. Если раньше периодически болела голова, вот, с того, с сего. Сейчас она вообще не болит. По спортивным результатам, я говорю, что у меня стало больше энергии. И сейчас бегаю по 6 километров вместо трех. И вообще в спортзале. Я раньше там час тренировала. Сейчас я уже после часа говорю, слушай, ну как-то мало. Что-то надо еще потренироваться. Я уже готова еще часик, а то и другое потренироваться. И, говорю, энергии стало больше. В животе нет никакой тяжести, когда мы едим там кучу мяса, кучу там макаронов, которые вообще являются мертвой пищей и так далее. Вот. Поэтому наслаждайтесь данными рецептами. Кстати, еще классные рецепты, и я готовлю в том числе по ним книга Виктории Бутенко. Различные рецепты сыроеческие. Много можно ничего интересного там подчеркнуть. Правда, там много рецептов основано на ингредиентах, которые присущи больше Америке. Потому что она живет в Америке. Но, тем не менее, есть рецепты, которые можно применять и у нас. Вот. Дегидратор, кстати, я бы приобрела, если бы не спешила уехать. То есть мы сейчас будем путешествовать, поэтому дегидратор с собой возить не имеет смысла. Поэтому, друзья, будьте здоровы. Пусть вашей пищей преобладает именно живая пища. Фрукты, овощи, проростки. И будьте здоровы.